МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой колоссальной цифре история завода, его традиции, преемственность поколений цементников. Год у нас завершается очень хорошими показателями. То есть прогнозируемый объем производства в 2023 году составит около 2 миллионов 140 тысяч тонн произведенного и отгруженного цемента. В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года это рост производственных показателей на 10%. То есть достигли мы таких результатов благодаря реализации инвестиционной программы совместно с компанией ЦМРОС. Соответственно, это реализация всех инициатив, которые исходят у нас от работников, по внедрению производственных систем. В этом году около 18% персонала подали свои предложения по улучшению производственных процессов, условий труда. То есть они, в принципе, фактически все реализованы. Плюс к этому, помимо реализации, мы получили не только экономический эффект, но и улучшили условия труда там, где работают наши работники. Эта инициатива нами поддерживается. У нас на предприятии действует положение мотивационное. То есть за каждое поданное предложение, только за поданное предложение, соответственно, выплачивается премия. Дальше считается экономический эффект. Если экономический эффект еще более важный, то мы подсчитываем и процент премии, работник получает заработную плату. То есть рассматривают и поощряют каждое рационализаторское предложение. Так как работают специалисты высокого уровня, то и идеи у них соответствующие. Здесь больше направлено на русскую смекалку, так называемую. То есть есть у нас кулибины. То есть у нас есть люди, которые... Мы каждый год, наши предприятия участвуют в компании «Улучшение года». То есть с прошлого года. И дважды в этом году и в прошлом году команды нашего завода заняли первое место. Для примера, на этот конкурс подается около 170 проектов не только цементных производств, но и других производств бизнеса. Проходит оно в несколько этапов. Сначала идет отборочный этап, потом лучшая работа выходит в финал, и уже в финале присваиваются... Это инженерное решение? Это инженерное решение вплоть до изобретения. Потому что наши работники, как пример, например, в цехе обжига разработали автоматизированную систему управления технологическим процессом на собственных контроллерах, собственные идеи, сами смонтировали, сами реализовали. То есть аналог, если брать импортно, это около 30 миллионов по предварительным оценкам. В цех обжига мы и направляемся. Руководит им Иван Уклеев. Устроился на предприятие сразу после армии. За годы работы прошел все ступени карьерной лестницы. Наше предприятие и цех обжига в том числе успешно выполняет поставленные задачи, что соответствует заявке потребителя на высококачественную продукцию, которую мы выпускаем. В условиях санкций мы, пользуясь программой импортозамещения, постепенно вводим в эксплуатацию управление вращающими печами на новом оборудовании. В новом году планируем также поддерживать высокое качество нашей продукции и снизить затраты, потери, которые присутствуют у нас в производстве. У вас все составляющие, собственно, отечественные? Сейчас, да, мы перешли на отечественного производителя, на комплектующие отечественного производителя. И я вам скажу, они ничем не хуже, а в разы превышающие даже импортные, которые есть. По качеству, по долгу, по сроку службы. То есть есть запас необходимый по работе оборудования. Все получается, мы довольны. Начальник цеха обжига клинкера Иван Уклеев – автор одного из рационализаторских предложений. Вместе с главным инженером-механиком Александром Зеваковым удлинили сборный желоб и смонтировали отвод, что погасило пыление. Теперь клинкерная пыль напрямую попадает сразу на транспортер. В этом цехе контроль за работой оборудования ведется круглосуточно. Круглосуточно на предприятии работает лаборатория. Здесь проверяют сырье, все стадии производства и готовый продукт. Мы получили повторный сертификат по системе менеджмента качества. И также прошли в ноябре месяце обязательную сертификацию нашей продукции. В ходе этого нам было выдано три сертификата соответствия по ГОСТ-3108 для цементов общестроительного строительства и один сертификат соответствия на цементы транспортного строительства по ГОСТ-55224. И что это значит? Это говорит о том, что предприятие работает достаточно стабильно, имеет высокое и стабильное качество своего продукта. Всему этому предшествовала, естественно, очень большая работа внутри коллектива. И мы прошли ряд внешних аудитов. Мы сами себе задаем высокую планку, чтобы держать стабильное качество нашего продукта. Мальцовский цемент в фундаменте Москва-Сити, взлетных полос, столичных аэропортов в основе крупнейших стадионов и спорткомплексов. Этим гордятся сотрудники предприятия. Здесь работают династии Мальцов. Прадеды, деды и отцы сегодняшних сотрудников связали жизнь с заводом. Сергей Николаевич Денисов, это начальник цеха от русской упаковки. Фамилия Денисовых – это начало цементного завода. Сергей Николаевич продолжает дело своего отца. Он также работал начальником цеха от русской упаковки. Также ставил рекорды в свое время, только уже немножко в других условиях, соответственно, другие показатели. Но эта преемственность, она очень радует. И, в принципе, вообще на заводе у нас очень много династий. Поэтому это не просто завод, не просто жизнь. Это вот как Мальцы и Фокино-цементный завод, это, наверное, едино. Мальцовский портландцемент, город Фокино и правительство области подписали трехстороннее соглашение о социально-экономическом партнерстве. Теперь работают по программе комплексного развития территорий. Это газификация, подготовка проектно-сметной документации для строительства моста, ремонт дорог, реконструкция стадиона, а еще покупка спортинвентаря для спорткомплекса «Триумф». Закупил 28 шкафов, закупил лавки, закупил перегородки в бассейне, которые в душевых комнатах. Также завод закупил нам четыре дорожки таких красивых, которые тоже самое походят под ГОСТу нашего предприятия. Лавочки вот эти вот, которые у нас проходят. И кабло. Хожу очень давно. Все очень нравится. Для детского сада «Лесная сказка» по профориентационной программе «Серое золото» направили 5 миллионов рублей. Купили детям развивающие игры, пособия, новую мебель, сделали благоустройство территории и заменили ограждение. Вот мы наливаем сюда аммиак, соляную кислоту. То есть эта реакция представляет собой обычную нейтрализацию, то есть с образованием воды и соли, хлорида аммония, который находится в твердом кристаллическом агрегатном состоянии, однако он дымит. Новый класс химии – целая лаборатория для старшеклассников. Он появился в Фокинской школе номер три по программе «Делаем мир лучше». Завод направил на оснащение почти 5 миллионов рублей. Предприятие активно взаимодействует не только с дошкольными детскими учреждениями и со школами, но и с учебными заведениями среднеспециального и высшего уровня. Наши специалисты регулярно проводят профориентационные встречи в школах, в техникумах, в вузах и даже участвуют, принимают участие экспертами в демонстрационных экзаменах в техникуме. Наши двери всегда открыты для экскурсии школьников. В уходящем году более 100 школьников прошли экскурсии. Также мы принимаем студентов на практику, и практические навыки уже получили 122 студента в этом году. В уходящем году 70-летие отметил заводской лагерь «Сосновый бор». Мальцовский портланцемент – единственное предприятие в области, где сохранили детский лагерь. По скромным подсчетам, за всю историю лагеря в нем отдыхали не менее 50 тысяч детей. За две смены в этом году – более 500. Я в этом лагере отдыхаю очень много раз. Я приезжаю сюда с четырех лет вместе с мамой. Приезжаю сюда, потому что этот лагерь самый интересный, самый комфортный, самый красивый, самый вкусный. Стадион «Триумф». На ремонт по программе комплексного развития территории из областного бюджета выделили около 50 миллионов рублей. Теперь это центр притяжения сотен болельщиков. Возрожденная футбольная команда стала победителем третьего дивизиона чемпионата области. Каждая игра собирает полный стадион и сотни лайков в соцсетях под постами о матчах. Вы просто обладали вас, что это сделаем и сделаем. Ладно. Я три года ходил по этому фортирую и ухваливал, что до Сергея Владимировича и до вашего, конечно, говоря, ну да давайте, давайте, вот сделаем. Уходящий год стал для цементников годом небывалого спортивного подъема. В корпоративной спартакиаде «Цемрос» команда «Мальцы» завоевала первое место, а было 18 команд из разных регионов. В областной спартакиаде промышленных предприятий «Цементники» опять первые. Заводская спартакиада объединила более 200 человек. Состязались в восьми видах спорта. Товарищи по труду. Так обращался к людям, за которых нюс ответственность промышленник и меценат «Мальцов». Его имя носит завод. А эти слова теперь как пароль у современных «Мальцов». Уважаемые коллеги, товарищи по труду, поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Этот год запомнится нам серьезными победами, результатами, которые достигали мы с вами в производстве, в творчестве, в спорте. И все это благодаря нашей совместной коллективной работе, единой командой, единым коллективом мы достигли данных результатов совместно с нашей управляющей компанией, компанией «Цемроз». В наступающем году желаю всем продолжать в таком же позитивном духе, творческим подъемом, реализовать все свои профессиональные достижения и начинания. А также желаю всем крепкого здоровья, удачи, мира. Субтитры создавал DimaTorzok